И в Солнечногорске уже обновлено достаточно площадок. Качество горок и качелей на них сегодня испытал буквально на себе начальник территориального отдела номер 5 ГосАДАМ Технадзор Виктор Сычев. Надо отметить, что он быстро нашел общий язык с детьми. Ну что, нравится вам кататься? Да! Никто еще здесь травму не получал на этой площадке? Нет! Нет? Это детская площадка на Ленинградской улице. Ее стандарты приближены к идеальным. Металлические элементы должны быть окрашены. Элементы из пластика, которые со временем выходят из строя, должны вовремя меняться. Небольшой игровой комплекс, песочница, карусели и качели вкупе дают хорошую игровую зону. Обязательно должны качели быть на цепях, чтобы ребенок в случае падения не смог получить травму, то есть удар был смягчен. Поэтому на трубах сегодня запрещены. Ну сядь, покачайся. Достаточно держит? Ну, крепко, хорошо, удобно. Но есть и небольшие недочеты. Например, впадины внизу горок, невыровненный песок, щебень вместо мягкого покрытия. Такие неточности создают неудобства маленьким жителям. А это площадка на Гражданской улице. Одна из самых хороших на территории города. Ну что, все крепко, все соответствует. Нормально. Здесь есть мягкое покрытие, качели, всевозможные горки с безопасными креплениями и даже турники для детей постарше. Но пример всех площадок расположен на Вертлинской улице. Сюда сбегаются ребята из разных уголков города. За моей спиной находится лучшая площадка, которая была построена по губернаторской программе. И на нее было выделено 5 миллионов рублей. На этой площадке расположены два комплекса. Один для детей постарше, на который они могут играть как в футбол, так и в баскетбол. И другой комплекс для детей помладше, где они могут качаться на качелях, кататься с горок и отлично проводить свой досуг. Идеальная площадка должна быть оборудована скамейками, урнами и освещениями. Территория ограждена. Вообще, в Солнечногорске 126 площадок. Инспекторы Госадомтехнадзора за последние два месяца проверили 63 площадки. И на 38 были выявлены нарушения. Большую часть таких площадок будут реставрировать и приводить должный вид. Сегодня поставлена главой задача, главой района Солнечногорского поставлена задача по кадастрированию всех остальных площадок, всех остальных детских площадок для того, чтобы мы их передали на обслуживание той организации, которая будет обслуживать их. Будет содержать, будет их красить, будет завозить песок в песочнице, будет проводить мелкий косметический ремонт. Вместе с тем, в 2015 году планируется благоустроить 20 площадок детских площадок. Продолжение следует...